рептилии очень древний класс животных в настоящее время включающий в себя более 10 тысяч видов некоторые из них завораживают своим внешним видом другие являются искусными охотниками в третье обладают уникальными возможностями но наш сегодняшний герой собрал в себе все эти качества вы на канале знай тв и сегодня у нас на обзоре хамелеон не забудьте подписаться на канал и оценить это видео а мы уже начинаем знакомьтесь это хамелеон наверное одна из самых популярных и узнаваемых ящериц и известен он прежде всего умением менять цвет но это только одна из арсенала необычных возможностей ящерицы вообще хамелеонов насчитывается двести тринадцать видов которые объединяются в 12 родов и могут довольно сильно отличаться друг от друга например самые крупные хамелеоны достигают длины 50 60 сантиметров тогда как самые маленькие могут быть всего 35 сантиметров голова форме шлема выглядит достаточно устрашающе к тому же некоторые виды имеют специальные наросты гребни или даже рога вот только в дикой природе такое украшение не всегда срабатывает и врагов у хамелеона хватает поэтому для сохранения популяции ящерицам пришлось развить в себе очень интересные способности во-первых окрас ведь он позволяет ящеру становиться буквально невидимым вне зависимости от окружающей среды и этим он обязан уникальному строению кожи хамелеон имеет специальные клетки хроматофоры которые в свою очередь имеют специальные цветные пигменты они никак не закреплены внутри клетки и способны перемещаться то сосредотачиваясь в центре то отползая краям что соответственно позволяет ящерицы быстро менять цвет и в каждой такой клетке имеется разное количество пигментных пятен поэтому и расцветка хамелеона никогда не бывает равномерной хотя это только добавляет необычности нашему сегодняшнему герою но и это еще не все у него не один а целых четыре слоя кожи каждый из которых отражает свою часть спектра при этом цвета каждого из слоев могут отличаться создавая бесчисленные цветовые комбинации правда стоит отметить что таким образом хамелеоны не только маскируются они меняют цвет при изменении температуры тела освещение влажности точно таким же образом ящерицы проявляют агрессию испуг реагируют на боль злятся и многое другое и он бы не смог так перевоплощаться без еще одного уникального органа глаз у хамелеона просто огромные сильно выпирающие в стороны глаза но мы видим только зрачок ведь большая часть глаза покрыта сросшимися чешуйчатыми веками это сделано для маскировки ведь какой смысл притворяться листиком если оттуда торчат огромные глаза такое строение делает угол обзора не очень широким и хамелеон будто смотрит в замочную скважину зато его глаза могут крутиться во всех направлениях причем независимо друг от друга например если к нему подобраться со спины хамелеон увидит это хотя его голова даже не шелохнется глаза играют важную роль в маскировке животного и рептилия утрачивает способность менять цвет если она перестает видеть причем если у хамелеона поврежден правый глаз то правая половина тела светлеет а если левой то левая по этой же причине они передвигаются и охотятся только днем ведь ночью они плохо видят и становятся бледными а значит заметны хищником но это и сам хищник к тому же практически невидимый насекомые их личинки и даже мелкие зверьки легко могут попасть в пасть этому хищнику хамелеон практически всегда голоден и никогда не упустит добычу если она в зоне видимости тут в дело вступает главное орудие атаки хищника уникальный орган способный по длине превышать длину тела рептилии язык благодаря такому инструменту насекомые буквально исчезают ведь для выстрела ящерицы нужно всего одна двадцатая секунды а чтобы захватить добычу в рот всего пол секунды кончик языка рептилии похож на небольшую стрелу которая снабжена специальной присоской благодаря ей добыча не может отлепиться и моментально затягивается в пасть ящера во время такой охоты бегающие в разные стороны глаза концентрируются на объекте и насекомое попадает под прицел ящерица определяет расстояние до жертвы и выпускает свою стрелу ни одна стрекоза не уйдет от такого меткого охотника ему нипочем даже довольно сильный ветер а вот за такой вкусняшкой можно и спуститься на землю хотя это хамелеоны делают только в исключительных случаях зато при возможности они не против схитрить и украсть добычу у других охотников да что там насекомые добычей хамелеона могут стать даже довольно крупные ящерицы но иногда липкая стрела дает сбои и попадает не совсем туда правда в итоге это не помешало схватить добычу бывает также что рептилия неправильно рассчитывает расстояние и даже такого длинного языка не хватает это стрекоза конечно не стала давать хамелеону второго шанса и улетела единственное условие для успешной охоты сухая цель ведь язык хамелеона смочен специальной жидкостью которая не прилипает к воде правда ничего не мешает ящеру подойти вплотную и схватить добычу пастью а в этом он тоже преуспел ведь хамелеон передвигается крайне медленно каждое свое движение он делает очень плавно и осторожно так что насекомые до последнего не видят охотника часто он маскируется под листья и передвигается такими покачивающимися движениями хотя не всегда это играет на руку охотнику кроме того он отлично лазает по деревьям пальцы ящера срослись по две или по три штуки образовав самые настоящие клещи с их помощью хамелеон отлично держится за ветки плюс ко всему ходит он тоже необычно его ноги находятся прямо под телом что помогает искусно держаться даже на самых тонких ветках и не переворачиваться плюс часто в роли пятой ноги выступает хвост рептилии с его помощью хамелеон может даже висеть хотя такой бонус дан не всем и существуют короткохвостые виды хамелеонов и да в случае потери у них не отрастает хвост как у некоторых родственников как и многие рептилии хамелеоны облюбовали места с теплым климатом поэтому они по-братски поделили территорию африки и мадагаскара заняв там все кроме пустыни сахары хотя кое-кто приспособился жить и там кроме того некоторые собратья перебрались на ближний восток и даже в южную европу где неплохо себя чувствуют правда это очень территориальные животные и у них не редкие стычки между собой обычно хамелеоны грозно шипят и толкают головами друг друга хотя можно и укусить оппонента проигравший хамелеон выбирает самый быстрый способ побега и спрыгивает с ветки и уж конечно он не потерпит такого незваного соседа у себя дома у рептилии немало врагов хищные птицы змеи более крупные ящеры не упустят возможность полакомиться хамелеоном и он никогда не забывает про осторожность но даже на дереве он может быть замечен и тогда ящерица в большой опасности бумсланг африканская змея которая охотится в ветвях деревьев и она уже заметила добычу оставаться неподвижным нет смысла и хамелеон сначала прячется за веточку а затем и вовсе прыгает вниз в этот раз ему повезло однако на земле ему скрыться гораздо сложнее и это плюющая кобра надеется пообедать сегодня она без труда догоняет хамелеона и наносит ядовитый укус теперь змея остается только дождаться действия яда и можно проглатывать добычу хотя и против бумслангов на земле у хамелеона нет шансов ведь они тоже ядовитые и все что остается это схватить добычу и унести в более укромное место на этом все надеюсь вам понравился ролик и вы узнали что-то новое о таком необычном существе тогда не забудьте оценить его пишите в комментариях про кого сделать обзор в следующий раз подписывайтесь на канал и обязательно включайте оповещение а я с вами прощаюсь ненадолго пока